И науки, и экологии здесь осталось так мало, что за каждый клочок уже надо бороться. Александр Письмен в Академгородке живет с детства. Красноярец рассказывает, как обустраивали дендральный института леса застал своими глазами. Академ, по словам мужчины, всегда был особенным районом с хорошей экологией и в первую очередь построенный вокруг науки и для науки. Однако сегодня так уже и не скажешь, сетует красноярец. С каждым днем зелени в Академии становится все меньше. Наблюдая за происходящим в Академии давно, я понимаю, что его обкусывают, вот эту всю зелень, эту всю экологию, эту всю науку обкусывают со всех сторон. И через пять лет мы придем, а здесь что-нибудь стоит. Поводов для беспокойства у местных становится все больше. 28 октября они заметили, что в центральной части Дендрария раскопали траншею длиной несколько метров. Мы спросили у рабочих, что за земельные работы здесь проводят, однако они не смогли нам объяснить. Вы вот кирпичи укладываете для чего? Не знаю. Вы не знаете, что делаете? Да, я не знаю. А как вы работаете тогда? Сказали так, мы так работаем, не знаю дальше. Просто раскопать траншею и изложить ее кирпичами, я правильно понимаю? Да. Вот там начали, видите, спросите. А как вас зовут? Я не знаю, по-русски не знаю. Чуть позже на территорию Дендрария заехал грузовик и вывез неиспользованный кирпич. Водитель и грузчик тоже отказались объяснить, что прокладывают через территорию сада. Посоветовали найти руководство и, хлопнув дверью, удалились. А вот местные жители считают, что через землю Дендрария якобы прокладывается веткой электроснабжения для нового жилого комплекса «Академгородок», который находится неподалеку. Красноярцы переживают, что это может навредить саду и на прокопанной траншеи история не закончится. Все здесь может быть. Может, вы приедете через три года. Может, я утром проснусь, выйду на балкон и увижу, что моего леса нет. Потому что вырубается моментально. Дендрарий Института леса появился в «Академгородке» в 1977 году. В нем представлено больше 400 видов древесных растений. На них красноярские ученые исследуют акклиматизацию деревьев, их рост и развитие в особых условиях и отбирают перспективные виды для озеленения. Известный красноярский активист и лесозащитник Эльма Каркотский вспоминает, что это не первый раз, когда Дендрарий привлекает к себе внимание. Летом инициативная группа предложила благоустроить локацию «Красивый берег». Для этого агентство туризма Красноярского края попросило передать часть земли Федерального исследовательского центра в муниципальную собственность. ФИЦ отказал. Когда вспомнили внезапно, что это ценная коллекция интродуцентов и пункт для изучения их фенологии и прочего, прочего, прочего. Об этом вспомнили, когда город начал капать, извиняюсь за грубость, слюнями на «Красивый берег» и на Дендрарий в плане благоустройства. Вот тогда, да, тогда ФИЦ внезапно вспомнили, что это ценная коллекция и все-таки ее так разбазаривать нельзя. Сегодня мы связались и с сотрудниками Института леса, и с Федеральным исследовательским центром, которому институт подчиняется. Однако дать комментарий по поводу земельных работ на территории Дендрария везде отказались, ссылаясь на нерабочие дни. Представитель застройщика нового жилого комплекса «Академгородок» тоже отказался комментировать информацию о силовом кабеле для новых домов. Новости ТВК будут следить за развитием событий. Игорь Шишкин, Артем Иванов, Новости ТВК.